Второй период родов, период изгнания, начинается от момента полного раскрытия шейки матки и заканчивается рождением плода. Он требует постоянного контроля врача за состоянием роженицы и плода. Самой ответственной частью родового канала является малый таз. Плод продвигается по родовому каналу и совершает ряд последовательных движений, которые называются биомеханизмом родов. Первый момент биомеханизма это сгибание головки, в результате которого головка малым косым размером проходит через вход в малый таз. Затем головка опускается в полость таза и совершает внутренний поворот. При этом стреловидный шов переходит из косого в прямой размер узкой части и выхода малого таза. Образуется точка фиксации между подзатылочной ямкой и нижним краем лонной дуги. Наступает разгибание головки и ее рождение. Затем совершается внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки. С момента прорезывания головки акушерка оказывает ручное пособие в родах, которое состоит из ряда акушерских приемов. Предупреждает раннее разгибание головки с тем, чтобы она прошла через вульварное кольцо наименьшим размером. В паузе между потугами растягивает половые губы, проводит прием защиты промежности путем заема окружающих тканей. В течение всего потужного периода регулирует потуги. КОНЕЦ После рождения головки выводит плечики, способствуя их повороту. При рождении головки стараются сразу освободить верхние дыхательные пути методом вакуум-аспирации. Состояние новорожденного оценивается по шкале АПГАР. При этом учитывается пять показателей. Сердцебиение, дыхание, мышечный тонус, рефлексы, окраска кожных покровов. КОНЕЦ Каждый из показателей оценивается от нуля до двух баллов. Обычно плод рождается по суммарной оценке от семи до девяти баллов. Рождением плода заканчивается второй период родов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова